Митрополит Волгоградский Камышинский Фёдор подписал соглашение о сотрудничестве епархии с Волгоградским государственным институтом искусств и культуры, а также с казачьим кадетским корпусом. Документы позволят объединить усилия в духовно-нравственном воспитании и образовании студентов. Данное соглашение призвано упрочить уже существующие связи между организациями. Ведь уже несколько лет Волгоградская епархия и ВГИК проводят совместные мероприятия и реализуют социально-культурные и творческие проекты, направленные на возрождение православной культуры. Подписанное соглашение продолжит реализацию совместных творческих, научных и образовательных программ. Это многочисленные конференции, которые будут ежегодно на постоянной основе проводиться как на базе института, так и на базе других учреждений культуры и епархии. Также мы планируем создать специальный курс катехизации для студентов, для того, чтобы хоровики, выпускающие, могли пополнить ряды будущих регентов. И еще одной приоритетной задачей стало создание курса для наших художников, где будут приглашены православные представители из Москвы или Санкт-Петербурга, для того, чтобы художники смогли научиться исконным канонам иконописи, что сегодня чрезвычайно важно для нашего региона. Еще одно соглашение в этот день было подписано между Волгоградской епархией и казачьим кадетским корпусом имени Героя Советского Союза Константина Иосифовича Недорубова. Необходимость духовного возрождения общества, православного образа жизни, восстановление культурно-исторической преемственности и духовных традиций российского казачества легли в основу этого документа. Я благодарю вас, Сергей Владимирович, за ваше личное участие, за тот высокий уровень, который вы держите в образовательном плане, в плане воспитания. Это сейчас непросто наших детей воспитывать, образовывать, и тем более в такой строгой дисциплине, приближенной к военной. Но я знаю, что у вас это замечательно получается, дай Бог, чтобы та связь даже москвников, которая существует у вас сегодня, они помнят своего армаматора, они помнят своих учителей, своих наставников, приезжают, пишут, чтобы вот эта связь, она никогда не прерывалась, остановилась только крепче и крепче. На добрую память архиерей вручил директору казачьего казельского корпуса икону святого благоверного князя Александра Невского. Сегодня мы же все, ну, православные христиане, я думаю, понимают, что самая сила в чем? В молитве. И то, что мы сегодня говорим о необходимости этого действия, скажем так, понуждения, потому что для детей сегодня, что такое молитва, это они понимают по-разному, да, не так, как мы взрослые. Наша задача привить это желание, да. И вот я считаю, что, думаю, и считаю, и знаю, и верю, что в будущем наши защитники, они воины Христовы. И их сила молитвы, я думаю, она будет приносить огромную пользу родине нашей, нашей малой, нашей большой родине, близким, родным.